всем привет на ваших экранах city skyline часть 5 мы продолжаем строить наш большой город здесь со скалы рядом у нас водопад мы видим шикарные шикарные виды нашего города но у нас есть кстати район который еще не застроен давайте с этим займемся и так дорогие друзья смотрите что у нас возникает проблемка вот этот вот район мне не очень нравится как я разметил и возникают уже пробочки вот здесь на разворот сейчас я не знаю трафик почему-то поменялся не очень большой вот но я смотрел что вот здесь вот людям довольно таки тяжеловато разворачиваться давайте сейчас даже посмотрим мне кажется он покажет нет где 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 пробки нас воду пробки что вот здесь вот эта зона у нас краснеет краснеет это видимо я просто только что игру запустил вот машин еще не так много набилось но им уже тяжеловато тяжеловато конечно здесь проезжать плюс ко всему этому я хотел бы с этой стороны где-то вот тут вот разместите грузовой аэропорт чтобы у нас были поставки грузов именно вот где-то стороны потому что но здесь площадочка вроде большая и местность позволяет хотя вот здесь я наверное еще хотел сделать разворот давайте давайте сейчас быстренько посмотрим по дорогам так где у нас тут дороги какая у нас здесь была это по моему автострады до автострады но не все односторонние да это вот это вот давайте попробуем сделать что-то в виде подковы нам 20 стороны сейчас надо посмотреть как бы только зацепить все это дело хорошо но ка чтобы было относительно и плавненько и аккуратно это все дело смотрелось но вроде неплохо вроде неплохо с этой стороны мы протянем еще одну такую же да где-то где-то вот так вот ой-ой-ой-ой подожди совсем не то совсем не то потому что я забыл ее поднять так отсюда примерно где-то я просто градусы на самом деле не посмотрел ну давай думать что это должно быть а вот у нас цепляется со второй дорогой да замечательно и попробуем сейчас перекинуть но нет да не очень-то он хочет этого делать почему но на это понятно что мешает но как то хотя бы но чуть-чуть вот перешагни одного шага на самом деле не хватает он почему-то ставит на дорогу и никуда по другому может из-за того что слишком близко мы до к дороге поставили так если мы прямую возьмем прямая в принципе сюда подходит да ага жди она даже почти вот так вот подходит так но все таки давайте попробуем искривить и где-то здесь ее зацепить не до вообще никак что что вы будешь делать вот отлично смотри до середины мы здесь доводим и отсюда тоже давай мы законнектим нет меньше надо короче тоже но нет совсем чуть-чуть не хватает где-то я уверен у нас должно получиться просто выбрать какой-то оптимальный поворот болен может подлиньше еще подлиньше либо угол поменять только давайте отсюда попробуем тоже немножко не хочет подожди ладно давай мы нажмем на паузу давай мы лучше тогда наверно вот эту дорогу попробуем передвинуть с помощью мода мует вот так вот да немножко ее подвинем я думаю она сильно не расстроится в целом то ровненько идет мы сейчас поставим дорогу так где 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 все правильно вот эту попробуем поставить дорогу да смотри цепляет все выглядит шикарно на самом деле наверно не зря я мучился чтобы люди у нас могли объезжать допустим кому нужно выехать будет в сторону нашего будущего аэропорта не пилили там где-то вокруг а выезжали сразу отсюда потому что у нас дорожка здесь все-таки односторонняя везде идет везде у нас трасса так подожди давай посмотрим где мы можем ее сделать чуть поплавнее да где-то вот так мне кажется неплохо ну-ка да все так это дело выглядит замечательно ровная дорога проходит под мостом здесь у нас тоже все хорошо да везде выглядит отлично единственно мне нужно поменять где 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 дороги мне нужно заменить ее вот здесь да и вот здесь да все получается шикарно ну-ка пускаем машинки да у нас люди смогут легко здесь разворачиваться это на самом деле очень большое дело так давайте посмотрим здесь мы вот это все сейчас по удаляем немножко очень громко я бы хотел удалить этот мост вот это мы тоже немножко почистим и вот с этой стороны так а дальше мы поставим здесь развязочку у нас была какая нет круговая нет да вот это вот круговую нам нужно сейчас попытаться как-то зацепить чтобы их все вместе связать то есть дорогу в промзону и вот с этой развязкой так как как бы сделать это поаккуратнее ну-ка в принципе даже вот так неплохо но сделать ее чуть чуть подальше да да чтобы мы ее там могли еще зацепить ну-ка блин давайте здесь тоже уберем чуть-чуть мы лучше потом достроим так она будет хорошо выглядеть я думаю да и на соседнюю сторону тоже будет хороший переход или 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 нет наверно вот так вот нужно ставить да давайте я принимаю волевое решение мы ставим ее таким образом и уже перекидываем на другую сторону так у нас здесь тоже шла по моему дорога шоссе до односторонняя ну-ка посмотрим да 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 все замечательно давайте мы ее просто соединим эту в эту сторону эту в эту сторону ну да отлично шикарно то есть им не нужно будет напрягаться на этом закутки маленьком разворачиваться они сразу могут выезжать сюда так и нам нужно будет перекинуть дорогу но давайте да наверно сейчас перекинем два мостика красивых аккуратненьких таких так один сюда идет второй к нему же рядом нам чтобы это все смотрелось аккуратно единственно поэтому мы поменяем направление да замечательно шикарно дальше что у нас идет у нас нужно обязательно сделать как они называются набережные да наши набережные надо сюда вытянуть давайте попробуем немножко искривить может получится получше ну-ка нет здесь шаг поворота слишком большой но хорошо мы оставим вот так но муви там мы их немножко подвинем так главное чтобы зацепилась да да отлично я считаю да да смотрится аккуратно смотрится аккуратно можно ее даже знаете чуть-чуть чуть чуть ближе подвинуть так сейчас секунду зацеплю нет 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 высоко не надо подниматься ты зачем это делаешь сейчас ну-ка блин очень сложно вот эту конечную точку искать все вот таким образом мы оставляем здесь ищем конечную точку здесь и точно так же вытягиваем опа все и возле моста у нас идет аккуратно набережная так с этой стороны тоже нужно не забыть добавить так здесь нам изгиб в принципе уже не нужен так давайте здесь так а вот с этой стороны нет ну-ка да ну с этой стороны вытянем она пусть пока будет здесь повыше я думаю это не страшно так где 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 все цепляем поворачиваем но 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 и здесь также подтягиваем поближе пусть она будет так здесь дорогу мы соединили что касается вот этой дороги у нас здесь идет вроде как шестиполосная да шестиполосных с газоном посередине это она это она она отлично отлично все работает все у нас получается так здесь можно в принципе чуть-чуть еще разметить по новому району да где-то вот так вот на будет хорошо а здесь мы выводим напрямую замечательно да я считаю замечательно единственном и сейчас мови там попробуем вот эти вот места чуть-чуть задвинуть на чтобы поаккуратнее было дорога поровне шла ну-ка вроде неплохо ну-ка здесь да ну ровненько да мы хотим чтобы у нас было ровненько чтобы красивенько плюс-минус хотя я понимаю что в городах не всегда дороги ровные они где-то расходятся сужаются разного там размера ну вот разного наклона ну вот кстати здесь бы я наверное чуть-чуть подправила так вот да вот прям вот так вот и ага все хорошо вот таким образом мы это все дело оставляем что касается что касается дороги и разметки давайте стрелки мы вот здесь вот уберем светофоры потому что они нам не нужны здесь у нас выезжают с поездов грузовики чтобы без проблем каких-то они могли здесь поворачивать да да здесь все хорошо вот тут настолько остается один светофор здесь мы наворотили что ну в целом то работает работает но не все здесь все-таки красные зоны у нас встречаются народу достаточно много но что поделать что поделать и вот здесь да на заезд смотрите на заезд у нас дофига с другой стороны может мы можем пустить дорогу вот тут напрямик да но об этом надо будет нам подумать здесь трафик в город у нас идет очень большой так ладно давайте быстренько разметим по дороге так мне нужно мы брали по моему вот шестиполосную да это она я как проверяю какая-то дорога я беру модификацию и тыкаю если она красная значит дорога такая же идет и она не модифицируется другого я по крайней мере пока способа не знаю вот если ты знаешь как определить какая дорога напиши мне пожалуйста обязательно в комментариях ты мне в этом деле очень поможешь так и здесь нам нужно наверное сделать на вылет на дорогу хотя хотя вот здесь вот зону мы обычно размечаем под всякое такое жилье высокой плотности но потому что облагородить берег так сказать давайте мы наверное сделаем дорожку сейчас подожди более-менее ровненько тут хочу вывести чтобы какие-то здания у нас все-таки смогли здесь поселиться так здесь мы тоже сделаем наверно ну а вот тут не хочет да не хочет нормально как-то изгибаться давайте попробуем но опять у нас сегодня серия выходит по разметочки что-то размечаем что-то смотрим тогда это мы таким образом оставим и здесь парочку ровных улиц мы просто выведем на трассу вот она немножко с изгибом будет я думаю ничего страшного так и с этой стороны наверное тоже да надо сделать выезд да пусть будет вот таким образом район мы разметим давайте посмотрим у нас есть получается по жилым зонам потребность высокой плотности мы вот здесь вот наверное поставим сразу высокой плотности чтобы это все законнектилась мы возьмем получается деловой район вот к нему вот здесь так а с этой стороны уже поставим коммерческие а подожди нет это коммерческие с низкой плотностью а нам нужно с высокой давай мы это уберем да вот так поставим высокую плотность но бы идея сейчас это все дело должно заселяться люди должны приезжать так разметочки по воде у нас тут пока нет да хорошо давайте добавим давайте добавим почему нет кстати вот здесь с этой стороны от развязки она как раз вот развязка это хорошая шумная вещь я бы хотел поставить стадион давайте посмотрим он у нас по моему в парках да я забыл просто я и вот где-то смотрел нет в достопримечательностях по моему стадионы да у нас есть вот такие стадионы они довольно шумные но мне кажется возле развязки им будет самое место да да мне кажется идеально давайте попробуем сделать сейчас дорогу но здесь наверное у нас будет не шоссе тоже поставим с автобусами да таким образом и сюда мы сейчас проведем стадион хотя он у нас будет без электричества какое-то время поэтому придется бросить наверное ему провода так футбольный стадион смотрите давайте глянем а надо подальше дачу идет настолько большой что даже и не влез хорошо хорошо мы это учтем давайте наверно сначала трассу возьмем где на шестиполосная да у нас шоссе было ну-ка по моему да да мы его проведем вот здесь немножечко и вот здесь немножечко так с этой стороны нам нужно поменять ну ка а чё ты не меня а вот все так здесь мы поменяем а с этой стороны мы наверное соединим ну ка да ну чтобы со стадиона выезд наверно был во все стороны хотя не во все стороны но чтобы с этой стороны тоже люди встыдно стадион могли у нас приезжать вот сюда давайте еще раз попробуем так стадион о замечательно замечательно красиво так как бы его давайте наверно так вот поближе поближе к развязочки поставим сделаем еще несколько мелких улиц я так понимаю у нас люди особо не будут жаловаться если мы здесь поставим какую-то коммерческую зону да допустим возле стадиона мне кажется это вполне нормальное решение так но здесь мы ничего наверно уже не сможем и вот по этой дороге ребят кто в курсе расскажите как делать тоннели я хочу допустим вот эту вот гору про пахать вот мне нужно дорожные вот эти тоннели там где-то запустить ну вот очень хотелось бы чтобы они у нас присутствовали так они хотят у нас воду на стадионе хорошо без проблем мы сразу так вот проведем чтобы захватить у нас все зоны так да отлично и электроэнергия но электроэнергию нам придется конечно же пробросить откуда-то давайте наверное сначала так у нас смотрите у ее у нас вообще в принципе электроэнергии не хватает потому что у нас здесь вот угольная станция еще геотермальная на что у нас вообще идет по потреблению смотрите получается электропотребление 156 вырабатывается 147 в принципе мы можем поставить еще одну угольную до или немножко заморочиться а солнечная сколько идет выходная мощность 112 или поставить сразу атомную на 640 и пока забыть про это дело давайте мы наверно атомную поставим конечно здесь и не особо места но на пока мы не можем тоже кидаться из одного угла в другое давайте мы запустим пока так чтобы у людей сейчас потребность пропала в электроэнергии да 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 скажи да да все замечательно электроэнергия у них появилась да здесь у нас дома уже я так понимаю через речку законнектились на хорошо замечательно ну будем решать как бы вопросы по мере поступления на это у нас такая очень как вообще сказать очень срочная была переделка нужна была нам электроэнергия все это мы проведем так пока у нас город не достроится как он нас ближе сюда подтянется мы вот это вот лэп перенесем но не перенесем просто удалим смотрите сразу сколько народу сколько народу сюда у нас прибывает так билеты название команды футбольный круг футбольный клуб рок-дейл прикольно красный да мы можем еще цвет выбрать но мой цвет он такой ярко зеленый давайте мы ярко зеленый но у меня и желтый правда есть до в аватарке но давать ярко зеленый пусть будет мне в принципе нравится ой и стадион то в зеленый покрасился смотрите шикарно все пусть у нас здесь люди тусуются мы кстати по деловым зонам у нас нет нам особо не надо давайте смотреть опять же по районам район высокой плотности да 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 мы вам разрешаем вот здесь строится сколько хотите но опять же нужно посмотреть сразу по образованию образование это у нас must-have который нам нужно чтобы у нас были постоянные работники так высшая школа нам нужно обязательно потому что мест маловато по начальной школе у нас в принципе все неплохо но у нас они это что у нас это подождите это большая пожарная часть почему она у меня уже подсвечивалась когда я выбирал школу не знаю так ну вот начальная школа смотрите вот этот у нас принципе был новый район и здесь мы ничего такого еще не ставили давайте добавим начальную школу пусть она здесь будет где-то вот я думаю здесь подойдет для нее место и по папа вам вопрос конечно давайте еще одно здесь поставим начальную с этой стороны района вот тут у нас вроде все хорошо тут у нас в городишке конечно люди страдают не без этого а есть у нас что-то мелкая историческая библиотека но у нас она вот стоит и факультет да но факультет эта штука странная и место под нее нету да на место для нее не особо хотя вот давайте добавим то что образованные жители города нам нужны без них у нас нормально не протекает торговля торговля бизнес и все остальное так смотрим дальше ой университета красное все какое почему потому что люди без образования 56 процентов так но доступность средних школ среднем и все-таки так и не поставили давайте смотреть большая начальная школа высшая школа большая средняя школа большая средняя школа вот у нас где-то вот в этом районе я думаю очень нужна потому что видите у нас не хватает работников они все требуют требуют но их маловато так и опять же я наверно хочу здесь быстренько провести дорогу чтобы поставить новый квартал до торговый примерно так и подождите у меня вот здесь включаются привязки привязки мне не нужны мне тогда проще намного строить так хорошо давай вот так поставим я надеюсь на вот этой территории все-таки у нас сможет кто-то заселиться так деловая зона 1 деловая зона 2 и сюда наверно мы тоже давайте деловую зону добавим я надеюсь сейчас народ у нас подрастет и появятся работники так по высшей школе мы добавили ну почему все красное начальная школа у нас тоже есть университет тоже мест на самом деле много потому что 730 это я так понимаю у нас учащихся выпускников всего 2 процента вот выпускников 11 процентов уже довольно таки неплохо так и здесь получается 44 процента образование ну это хорошо это неплохо по библиотекам давайте посмотрим может мы где-то сможем разместить библиотеку а почему бы нет давайте даже с этой стороны я думаю мы можем себе позволить одну библиотеку здесь и вот с этой стороны мне кажется она вообще идеально подойдет так и опять же для нового района мы с вами смотрим да в новый район нам нужна пожарная станция обязательно также мы поставим сюда куда-нибудь вышечку она людям очень нравится они прям балдеют когда у них с пожарной безопасностью все хорошо давайте вот сюда смотрите настроение улучшается у людей вообще максимально так по пожарной получается мы поставили станции по медицине поликлиника но мне кажется здесь можно уже поставить какой-то большой госпиталь либо больницу это больница это большая больница которая у нас допустим на два района будет сразу так а здесь что есть здесь есть крио хранилище но что-то такое маленькая на больница а вот это прям хорошая тогда прям хорошая большая а это что медицинская лаборатория та штука еще больше по папам давайте мы поставим наверно большую больницу сюда да ну здесь мне кажется хорошо будет смотреться так пустим какую-то небольшую дорожку ну к примеру к примеру давайте двухполосную возьмем так ну не ругайся место уже место уже занято давайте мы попробуем ее передвинуть но откуда-то так нет давайте вообще внутрь поставим не думаю будет тоже смотреться неплохо здесь мы прокинем еще одну дорожку и попробуем туда поставить медицинскую лабораторию блин не влезла до медицинская лаборатория сюда уже не влезла здесь я уже застраивать планирую поэтому давайте попробуем ее добавить сюда да да опять же по воде по воде у нас там хорошо здесь хорошо тут хорошо везде все есть поезда у нас ходят так нужно жилые зоны кстати еще нам немножко подзаселить я так думаю нам уже и следующий район по правую сторону нужно будет чем-то продвигать здесь у вас как дела все хорошо хорошо у нас есть стадион это огромный плюс и кстати по полиции я вот сюда хотел поставить полицейский участок можно взять что-то побольше вроде главного нас несет до дома это тоже как-то не очень смотрится тюрьма и депо вертолетов лан давайте мы пока маленькая поставим я думаю маленького управления полиции нам пока хватит но все равно видите по жилым зонам у нас очень много потребности давайте сейчас попробуем еще раздлиновать как-нибудь да поинтереснее но к примеру к примеру вот здесь у нас пойдет дорога вот таким образом мы ее оставим здесь соединим да 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 для заселения мне кажется очень хорошо так с этой стороны проведем наверно да вот так здесь можно напрямую в принципе в принципе то ладно давайте соединим напрямую у меня вот внутренние вот эти вот места остаются но я все-таки хочу в будущем дойти до парчков да где мы сможем допустим а вот здесь вот провести там дорожку пешеходную здесь сделать такую небольшую парковую зону самим построить ее чтобы у нас было какое-то и разнообразие и зелень то есть не застраивать прям все вплотную вплотную блин давайте вот здесь тоже поставлю мне кажется очень красивый здесь кусочек района вырастет так и но и здесь в принципе забить это все дело можно да да ну потому что потребности у нас большие пусть они у нас работают во благо так сюда здесь тоже зацепим здесь по воде у нас все хорошо опять же я на секундочку вернусь в образование посмотрю для меня эта штука будет очень важная в последнее время то что не хватает людей так а есть еще районная школа у нас же это в принципе считается за район или это у нас нужно сначала разделять по районам а потом уже заморачиваться на школы на что-то такое давайте мы и вот здесь вот поставим я думаю хуже точно не будет пусть у нас будет чуть больше районных школ чем наверное хотелось бы так здесь у нас все хорошо здесь у нас тоже все неплохо быстренько смотрим по районам да здесь у нас вроде все в порядке давайте посмотрим по населению так а счастье населения смотрите коммерческие зоны счастье деловой зоны 54 самая маленькая деловая зона у нас пока особо не тянет так по шуму ой по шуму я даже пока ребят смотреть не буду так преступность преступность у нас в городе отсутствует потому что что потому что это райское место не меньше хотя вот здесь вот прям у нас кто-то терроризирует до здания ну ладно у нас вроде есть полицейские которые будут решать эту проблему но у нас опять же появляется новое накапливаются сточные воды и что ты с ними будешь делать мы вроде здесь поставили большую станцию скорость стока шестна 160 тысяч но немного не хватает давайте добьем наверно трубами также экологичными но я думаю 2 они сколько получается идут уход стоимость электричество скорость стока 60000 так это мы получается сейчас ставим 2 да но здесь правда идет разрыв по электроэнергии но здесь нам электроэнергия уже то и не нужно так и нам нужно зацепить наш сток ну-ка иди сюда где ты где ты там я тебя не вижу все так хорошо да да ну-ка давайте проверять а где где наши воды она все пошла 1 2 пойди потребность в в этом должна исчезнуть да да так но у нас еще остается видите проблема все таки по работникам возможно конечно это из-за образования вот но возможно еще из-за того что они тупо не могут до сюда добраться есть такой вариант у нас как вы думаете мне кажется возможно может поэтому нам стоит запустить еще еще немного где-то вот с этой стороны у нас было нет это мусора перерабатывающая где у нас было здание которое за автобусы начальная школа я по-моему здесь где доставил нет депо так университет нет странно ладно давайте мы добавим наверное еще одно хотя в статистике я думаю мы можем это увидеть дождите где 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 статистика по общественному транспорту посмотреть по автобусы автобусы у нас здесь обзор маршрута так схема а у нас смотрите мы же еще можем добавить школьные автобусы а давайте давайте сделаем у нас допустим уже есть несколько подождите о чем не понравилось о чем не понравилось а сыграли хорошо но как обычно проиграли они за футбола у них дизмораль идет ну блин ребят что поделать я тут ничего не могу здесь у нас здание какое-то горит возможно к школам и университетам нам необходимо добавить все-таки автобусы или хотя бы вот библиотеки на медицинская лаборатория у нас идет так большая пожарная станция то у нас хорошо все-таки давайте автобусный маршрут мы еще один протянем я так и не нашел до обзор маршрутов на где сама станция так 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 где мы и начали а здесь у нас станция идет только вот как раз по маленькому нашему району а по большому мы еще не сделал по большому мы еще не сделали поэтому надо сделать по большому так автобусное депо штука не маленькая может кстати его где-то вот здесь вот поставить блин машину очень много выезжает у них аж пробка здесь или автобусное депо можно вот тут поставить мне кажется наверное хорошо потому что она видите шумная да давайте так и сделаем мы поставим это за столько машин едет с футбола фигеть да во время футбольных матчей у нас будут пробки но мне кажется стандартно у каждого города у которого проходят какие дорогие большие нагруженные мероприятия так давайте проведем так здесь за коннектим и вот здесь тоже так по электроэнергии она у нас как раз вот отсюда будет цепляться обзор маршрутов бабам у нас же есть автобусные остановки правильно вот автобусный маршрут как мы его зацепим допустим ну вот здесь да он у нас заканчивается то у нас конечно станция ее же нужно наверное как-то указывать здесь очень большой таким маршрут у нас будет но хотя хотя нет а все правильно давайте мы сделаем так что он идет у нас вот сюда в сторону торгового района правильно бизнес потом идет вот сюда здесь у нас школы больницы наверное вот с этой стороны нет хотя у нас где сейчас какая-то тупиковая зона появится потому что мне вот потом сюда его вывести в принципе в принципе неплохо смотрите здесь у нас тоже идет такие общественно-правительственные здания мы переведем еще сюда где-то здесь по центру района нам нужно пропустить да давайте вот здесь поставим потом с этой стороны обязательно сюда заходит маршрут но пока мы сделаем такой я не я вот не уверен так подождите но у нас больница была больницу тоже надо больницу мы цепляем и все мы его кучку им правильно вроде да и все автобусы у нас поехали по этому маршруту ну-ка обзор давайте мы его сделаем по цвету немножко другой зеленые да допустим пусть будут но не такие ярко зеленые наверно ну-ка вот настолько зеленые меня в принципе устраивают так остановок 9 техники 8 но я так понимаю они сами распределяются да здесь у нас пассажиров 45 но это у нас возит по маленькому нашему островку по первоначальной деревне я думаю сейчас вот здесь вот все таки этот маршрут у нас должен пойти хорошо и перемещение у людей тоже наладится но по крайней мере я надеюсь но сейчас вроде все поперло в гору давайте коммерческая зона высокой плотности мы еще вот здесь вот добьем да да так вот здесь тоже можно какой-то домик ребята построить я думаю у вас получится так здесь мы ничего не делаем в центре этих районов мы будем с вами детально уже разбирать парки какие-то на здесь все растет все неплохо и я несомненно этому рад все таки поднимается по чуть-чуть у нас промышленность давайте мы вот так вот один сделаем вариантик и уже получше бы хотя хотя наверно угольные да надо убирать или это у нас в целом экология портится из-за того что зона промышленная возможно возможно не исключаем на самом деле эту ситуацию но все город у нас продолжает жить продолжает расти следующей серии мы строим с вами грузовой перевозочный аэропорт не забывайте подписываться ставить лайки комментировать не забывайте мне помогать я очень жду от вас этого все всего тебе хорошего пока а